С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Развитие межнациональных отношений в условиях Заполярье и Крайнего Севера. Этой теме посвящено заседание Международной ассамблеи столицы и крупных городов, которое началось сегодня в Наринмаре. В нем принимают участие эксперты и представители городов, членов Международной ассамблеи, администрации Ненецкого округа, Наринмаром, Конгресса национальных объединений России. Главная тема большой встречи – предупреждение и профилактика межнациональных конфликтов. По мнению участников Международной конференции, это самая актуальная тема, которая стоит сегодня перед всей страной. Россия – многонациональное государство, где проживает порядка 220 наций и народностей. И все благополучие и развитие России и состоит в том, как эти нации будут ладить между собой, отмечает Владимир Хамерики, президент Конгресса национальных объединений России. Сегодня в России нет таких видимых и явных угроз, потому что Россия сильная, государство, у нее есть ядерное оружие, она может себя защитить. Экономически тоже мы видим, насколько могущая Россия, что никакие кризисы, никакие бойкоты ее не смущают, и Россия на должном уровне. Единственная уязвимая и больная точка России – это как раз-таки межнациональные, межконфессиональные отношения. Это та бомба, если над которой не работать, наши недруги могут разжигать эти конфликты, и мы видим, что по всему миру, в принципе, они-то возникают на этой почве. Межнациональные отношения – это не только отношения мигрантов из стран ближнего зарубежья с гражданами той страны, куда они пребывают, но также это и отношения между коренными малочисленными народами и теми национальностями, которые живут на их территориях. Яркий тому пример – Ненецкий автономный округ. В субъекте численностью чуть более 40 тысяч человек одновременно проживают ненцы, русские, коми, украинцы, азербайджанцы, в общем, более 70 национальностей. Межэтнические отношения в регионе протекают в спокойном русле, во многом благодаря планомерной работе властей и общественных организаций над этим вопросом. Толерантность, уважение к другой нации – это приоритет. Поэтому мы работаем предметно с каждой диаспорой, землячеством. При этом самое основное, наверное, это общение, возможность рассказать о себе. Успешной практикой построения гармоничных межнациональных отношений в Ненецком округе уже заинтересовались другие регионы страны. Впрочем, ими самим есть что предложить. Конференция стала эффективной площадкой для обмена опытом. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.